МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перекресток на пересечении улицы Советской армии и Касимовского шоссе давно вызывает вопросы у водителей. Сюда же выходит северная окружная дорога, пробки на которой, по мнению автомобилистов, одни из самых больших в городе. Ну вот они стоят. Они стоят в обычный день, в нормальное время. То есть ни воскресенье, ни суббота, ни праздник, ни выходной. А народ стоит. Здесь метров по 200-250. Вот она, пробка стоит в любое время. А в конце рабочего дня, когда люди затариваются, чтобы на отдых уехать или домой приехать, здесь тяжело вообще. Посмотрите, что в час пик тут творится. Тут стоят со всех сторон. Автомобилисты говорят, что пробки возникают из-за нехватки полос движения. Кроме того, их не устраивает режим работы светофора. Думаю, что нужно придумать какой-то новый маневр, какую-то секцию специальную, чтобы можно было безопасно поворачивать. Потому что очень аварийный перепресток. И для пешеходов, и также для водителей. Потому что подрезают, делают ужасные вещи. Ну а не нарушать, тут вообще не проедешь. Тут будешь стоять вечно. Все всегда пытаются проехать, кто первее. И, соответственно, у нас вообще с культурой вождения плохо в стране. А я там не едущий стараюсь. Даже на просторах интернета можно найти видео, подтверждающее, что на этом перекрестке совершается масса правонарушений. Автомобилисты очень часто едут и не по своему ряду. Между тем, довольно непростой перекресток можно встретить на театральной площади. Однако здесь водителям соблюдать культуру вождения намного легче. Часто тут возникает затор прямо на самом перекрестке. Тем, кто желает повернуть с улицы Есенина на улицу Ленина, иногда подолгу приходится стоять на перекрестке. Однако ситуация здесь довольно быстро разрешается за счет включения пешеходных переходов. И автомобилисты, выехавшие на перекресток, дождавшись прохождения всех пешеходов, могут завершить свой маневр. В данный момент уже известно, что администрация города объявила тендер на реконструкцию перекрестка на пересечении Касимовского шоссе и улицы Советской армии в Рязани. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок. Помогут ли здесь дополнительные полосы или смен режима включения светофоров, неизвестно. Некоторые рязанцы в комментариях к новому известию о тендере отмечали, что, возможно, этот перекресток может спасти круговое движение. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». С 1 сентября малоимущие жители России получат возможность стать банкротами и списать свои долги бесплатно и без суда. Это позволит малоимущим людям избавиться от задолженностей, в том числе по кредитам, на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Госдума одобрила закон о бесплатном внесудебном банкротстве граждан еще в конце июля. С 1 сентября он вступает в силу. Пройти процедуру бесплатно смогут те, чей долг не превышает 500 тысяч рублей. Ко второму чтению для упрощения процедуры и законопроекта было исключено участие арбитражных управляющих. Функция приема и проверки заявления, а также подачи сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве возложена на МФЦ. С момента принятия заявления должник освобождается от различных штрафов и через 6 месяцев становится банкротом по закону. Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей на Первомайском проспекте в Рязани начался 25 июля. Сроки его начала переносились из-за возможных массовых шествий, которые планировались в городе в честь Дня Победы. В результате было решено, что ремонт будет произведен до конца лета. Окончание работ по замене труб запланировано на 28 августа. Осталось сделать здесь финишный слой асфальта, выставить люки и можно будет открыть движение. Впоследствии надо будет еще сделать разметку, ее сразу не делают по технологии. Контроль здесь ведет генподрядчик. И со стороны МОПР МПТС также здесь есть лицо ответственное, которое постоянно ведет контроль при производстве работы. Участок магистральных теплосетей на Правомайском проспекте был введен в эксплуатацию в 1964 году. Частичный ремонт здесь производился в 1975 году и в 1995 году. К моменту начала этого ремонта магистральные трубопроводы были изношены и исчерпали свои ресурсы. Теперь здесь заложены новые трубы, срок службы которых составляет 25 лет. Участок капитального ремонта составил примерно 300 метров. Диаметр труб составляет 50 сантиметров. Для ремонта магистральных тепловых сетей применяются стальные трубы. Почему стальные? Потому что температурный график теплоносителя доходит до 150 градусов. Поэтому на сегодняшний день выдерживают это только стальные трубы. Точно такой же капитальный ремонт завершается на улице Новоселов. Это последние два участка в этом году, где было запланировано произвести капитальный ремонт магистральных тепловых сетей. На улице Новоселов планируется полностью завершить работу уже 27 августа. Работы там выполняются в соответствии с графиком. Начались они 30 июля. Работает там порядка 7 единиц техники и 15 человек рабочего персонала. На улице Новоселов не пришлось вскрывать асфальт. Там трубы проходят под озелененной разделительной полосой. Сейчас заканчиваются работы по установке разделительных ограждений. После этого на месте снова появится зеленая трава. Кроме этого, работы производились еще на 8 участках. В том числе на улице Сенной, Трудовой, Черновицкой и на других улицах. Подрядчик выбирался путем конкурса. Он и проводил все работы. В том году тендер выиграл этот же подрядчик. Представители РМПТС остались довольны работой. Технологии не нарушались. Большая производительница труда работала весь световой день. Таким способом мы существенно сократили сроки производства работы. Для того, чтобы работы были выполнены качественно, за ними осуществлялся постоянный контроль. Проверки были постоянно. Были выездные проверки со стороны администрации. Так, по правилам, представители РМПТС производил строительный контроль за этим капремонтом. Ну и по нормативным документам сам подрядчик тоже не освобождается от производства контроля. Несмотря на то, что рязанским автомобилистам пришлось месяц испытывать неудобства, при передвижении по Первомайскому проспекту теперь горожане надолго забудут о подобных ограничениях на этом участке. На данном участке аварийных работ не будет. У людей, конечно, создается впечатление, что копают постоянно, но это было связано с аварийным ремонтом. Для этого и проводится капитальный ремонт, чтобы меньше было вот этих аварийных ситуаций, соответственно, неудобства для движения, большая надежность системы теплоснабжения горных. Этот участок на Первомайском проспекте обеспечивает теплом 39 жилых домов, 27 объектов социального, культурного и иного значения. В том числе к нему подключены больницы, два детских сада и одна школа. Поэтому капитальный ремонт на Первомайском проспекте положительно отразится на жизни граждан. В целом, замена магистральных теплосетей в городе позволяет бесперебойно предоставлять тепло потребителю и обеспечивает безаварийную и исправную работу тепловых сетей. Таким образом, теперь на многих улицах можно забыть о ремонте магистральных труб надолго, а горожане смогут спокойно встретить новый отопительный сезон. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В современном мире посмотреть фильм вовсе не проблема. Можно сделать это дома, скачав из интернета, а можно отправиться в один из многочисленных кинотеатров, выбрав удобное время сеанса. Сто лет назад дела обстояли иначе. Первый кинотеатр был основан в 1903 году на улице Почтовой. Кинотеатр был достаточно интересный для публики и немного неожиданным, потому что такого еще в Рязани не было. Этот кинотеатр посещал в 1917 году Сергей Сергеевич Есенин. Сами фильмы, конечно, тоже были иными. Фильмы были короткометражные, там рассказывали сначала о царской семье, то есть как царь проходит, как коронование царевичей, когда было 300-летие дома романов, вот это все показывали тогда. Но и потом какое-то время кинотеатр показывал фильмы о гражданской войне, о доблести Красной Армии, то есть как все хорошо, как все прекрасно. Вот где-то минут на 3-4-5. Самое первое здание, построенное специально для размещения кинотеатра, названного «Родина», появилось в Рязани в 1946 году. Достраивали родину пленные немцы. Первый многозальный кинотеатр располагался по адресу улицы Дзержинского. Кинотеатр «Дружба». Открылся он в 1960 году. В кинотеатре было два зала, вмещавших по 440 зрителей для демонстрации фильмов классического и широкоэкранного форматов. Сегодня здесь детский технопарк. Кинотеатр «Москва» долгое время был известен как «Планетарий». Сейчас в нем дворец торжеств. Самый большой зал на 850 мест был в кинотеатре «Ака», открытом в апреле 1967 года. Этот кинотеатр предназначался для премьерного показа фильмов и отличался комфортабельным и просторным фойе и новейшей по тем временам техникой, широкоформатным экраном и стереоустановками. Город Рязань известен и как родина легендарных актеров, например, и Раста Гарина, короля из сказки «Золушка». Еще один актер, который достаточно тоже заметную роль сыграл в кинематографе, это Александр Фатюшин, который сыграл в таких кинолетах, как «Москва, слезам не верят», а по утру они проснулись, «Служебный роман» и многие другие. Рязанская кинокопировальная фабрика и вовсе была одной из крупнейших в Союзе. Именно сюда попадала пленка со съемочной площадки, которую тиражировали и везли в города и веси необъятной страны советов. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Сотрудники госавтоинспекции напоминают рязанцам о том, что для них создаются условия, в которых горожанам становится проще регистрировать свои автомобили и получать новые номера или документы. Многие рязанцы от незнания или по каким-то другим причинам продолжают обращаться к третьим лицам для заполнения заявления, позволяющего выполнить желаемое действие. Заявление действительно большое, и многие, возможно, боятся допустить в нем ошибки или не желают тратить время на заполнение. На самом деле вопрос решается намного проще и дешевле. Для этого можно заранее записаться на удобную дату и время через портал госуслуг «Ближайшее подразделение ГИБДД». После удобно выбранного дня, даты и времени гражданину необходимо обратиться в подразделение госавтоинспекции для того, чтобы получить уже заранее заполненное заявление и далее пройти осмотр транспортного средства, после чего направить и подать документы в соответствующее окно в подразделении для осуществления регистрации. К тому же с помощью портала госуслуг можно получить скидку в размере 30%. Это распространяется на получение или замену водительского удостоверения. Также это касается регистрации транспортных средств. Если некоторые рязанцы не пользуются такими привилегиями, то другие злоупотребляют возможностями портала. Некоторые записываются сразу на несколько дат по одной и той же услуге, возможно, не определившись, когда точно смогут прийти в МРЭО. «Так как бывают такие моменты, когда гражданин неоднократно записывается на одну и ту же определенную услугу, например, в получение водительского удостоверения, несколько раз, тем самым создавая и ограничивая возможность других граждан прийти в определенное время». Сотрудники госавтоинспекции просят рязанцев обратить внимание на эту проблему и отнестись с уважением к другим гражданам, чтобы появилось больше времени для записи на портале госуслуг. В свою очередь можно отметить и еще один приятный момент. Все водители, у которых истек срок действия водительских удостоверений в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, могут не торопясь заменить права до 31 декабря этого года. До этого дня водительские удостоверения считаются действительными, без каких-либо ограничений. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Полицейские Рязанской области в рамках ежегодной благотворительной акции МВД России «Помоги пойти учиться» традиционно поздравляют с началом нового учебного года детей из семей, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел. 26 августа сотрудники отделения по делам несовершеннолетних у МВД России по железнодорожному району города Рязани посетили семьи, которые в настоящее время находятся в трудной жизненной ситуации. Инспекторы приехали в гости к будущим первоклассникам. Вот мы тебе принесли рюкзак, для того, чтобы ты с удовольствием ходил в школу с новым рюкзаком учись. И пятерки. Среди подарков – портфели со школьными принадлежностями, сладости и школьная форма. В рамках акции сотрудники полиции рассказали ребятам о правонарушениях и преступлениях, которые чаще всего совершаются подростками. Напомнив, что несмотря на юный возраст, несовершеннолетний несет ответственность за свои действия. А еще инспекторы пожелали ребятам удачного учебного года и хороших оценок. Мальчики и девочки искренне поблагодарили гостей за подарки, пообещав быть прилежными учениками, всегда помнить о безопасном поведении, беречь себя и родных. Родителям же была оказана необходимая консультативная помощь по вопросам социальной защиты. От Калининграда до Сахалина, от северных широт до юга страны. Именно такие фотографии могут увидеть рязанцы, посетив выставку в лесопарке. Она находится под открытым небом и носит название «О моей России». Открытие выставки приурочено к празднованию Дню Государственного Флага Российской Федерации. Посетители лесопарка увидят Россию глазами рязанского фотографа. Выставка, собственно говоря, может подвигнуть людей поездить, посмотреть то, что находится рядом и то, что в обычный день, когда ты выбираешь, куда поехать попутешествовать, почему-то выбор не падает проехаться по соседним регионам посмотреть, а там отправиться в ту же самую Турцию или Тунис или Египет. На выставке представлены работы профессионального репортажного фотографа Дмитрия Вороширина. Под открытым небом размещены фотографии, на которых посетители парка могут увидеть пейзажи российских городов, традиции народов России и их национальные особенности. Если ты любишь свое дело, если тебе это нравится, если тебе это приносит удовольствие, ты полностью погружаешься. Наверное, тут вот происходит та магия, тот процесс, когда из обычной работы это переходит в нечто большее и сторонний наблюдатель видит то зерно, которое незаметно окружающим и тогда говорят, вот цепанул у меня эта фотография или классно подмечено. Фотограф все больше и больше убеждается, что наша страна удивительно красива не только природой и достопримечательностями, но и людьми, которые эти традиции берегут. Выставку о моей России можно будет увидеть под открытым небом в лесопарке. Максим Яковлев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».